Международному аэропорту города Ак-Тубе присвоили имя Героя Советского Союза Али Молдогуловой. Данное решение было принято в соответствии с постановлением правительства еще 28 апреля. И сегодня у входа в аэропорт был установлен бюст в честь девушки-воина. Церемония открытия была приурочена к приближающемуся Дню Победы. К памятнику героини возложила цветы группа актюбинцев во главе с Акимом области Ундасыном Урозалиным. Авторы этого бюста известный актюбинский скульптор Женес Жубанкосов. По его словам, общая высота памятника около трех метров. Для возведения монумента использовались казахстанские материалы. Все работы по созданию архитектурной композиции велись в самом Ак-Тубе. За основу образа отважной дочери казахского народа скульптор взял одну из оригинальных фотографий Алии. Я выбрал фотографию, где она в свинтовке. Это как оригинальная фотография. Ну и на старые работы вспомнил. И вот в прошлом году мончок Маметов вылепил. Для меня это как бы очень... Какие черты характера постарались передать? Во-первых, нежную, хрупкую и так же как воинственную. На церемонии открытия бюста присутствовали родные и потомки Али Молдоголовы. Своими впечатлениями поделилась и племянница Ария Хабиева. Мы горды тем, что вот это здание получает это имя и люди, которые будут отсюда улетать или которые будут прилетать или которые просто будут посещать там, провожать кого-то, встречать кого-то, они будут знать, что это дом, еще один дом Алии Молдоголовой. Но про Алию Молдоголу все, наверное, уже сейчас знают. И стар и млад, герой Советского Союза. Она символ героизма, символ отваги, символ стойкости. Сегодня имя девушки-воина, родившиеся в Хабдинском районе, Актюбинской области, знают не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны. Подвиг храброй и отважной девушки-снайпера, уничтожившей 78 солдат и офицеров противника, служат примером настоящего героизма. И благодаря общественникам, посвятившим большую часть своей жизни изучению биографии таких личностей, подрастающее поколение знает своих героев в лицо. И так, по мнению известного альеведа Хамжана Байдербеса, открытие памятника славной дочери Казахстана вносит весомый вклад в дело пропаганды истории страны. Наша гордость, наша слава. Я больше десяти раз был в Москве, в Ленинграде, казачьих и монахов. Вот только в одной новосокольнике четыре памятника Алии. Есть музей, названа им школа. А в этом, в Москве, есть проспект имени Алии Молдогуловой, двухсторонний. Патриотизм, если есть дух человека, его дела. А как раз, вот такие мероприятия закаляют молодежь. Сейчас вот говорят, что нету ориентира. На что ориентироваться, воспитать молодежь? Вот ориентир. Поэтому Алия всегда был, остается, значит, легендарный на всю жизнь. В ходе мероприятия Галмажан Байдербес вручил руководству международного аэропорта имени Алии Молдогуловой портрета, а также книгу, посвященную героическим подвигам девушки-война. Далее группа актюбинцев во главе с Акимом области. Алия Молдогулова осталась в памяти казахского народа девушкой с сильным характером. Она легенда нашей нации. Она достойный пример для подрастающего поколения. Девушка-воин, пожертвовавшая своей молодостью и жизнью во благо Родины. Присвоение имени Алии Молдогуловой нашему аэропорту – поднастоящему радостное и знаменательное событие для всех нас. Мы однозначно продолжим работу по вековечиванию памяти таких достойных и легендарных личностей. Отметим, помимо бюста, расположившегося у входа в аэропорт, была установлена и мемориальная доска Алии Молдогуловой. Субтитры создавал DimaTorzok